Ну что, просили щавелевый суп? Пожалуйте. Сейчас мы его приготовим. Но подождите, прежде чем готовить суп, у меня есть для вас маленький-маленький сюрприз. Вы в комментариях постоянно восхищаетесь тарелками моей супруги Ксении. Я у нее выпросил вот такую вот сырную тарелочку, для того, чтобы разыграть ее между вами, дорогие мои подписчики. Получить несложно эту тарелку, нужно всего лишь написать комментарий под видео с хэштегом, решеточка такая. Написать хочу тарелочку. Все, больше ничего делать не нужно. А, если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал. И все, в конце месяца мы прям снимем видео, где рандомно разыграем всех участников с хэштегами в барабанчике. И вытянем какого-то человека и подарим вот эту вот офигительную сырную тарелку. Я надеюсь, вы будете счастливы. А я буду рад вам вручить ее. Если вы где-то в Москве или в Подмосковье лично в руки. Если нет, то я придумаю, как ее вам отправить. Чтобы приготовить вкусный бульон для щавелевого супа, я взял плечи индейки. Смотрите, они выглядят не похожи на плечо. Они выглядят на какую-то огромную голень, как вот у ягненка примерно. Мало того, что индейка очень полезное диетическое мясо, на плечах есть кожа. И есть вот эти вот суставные части, то есть много жилок, которые очень полезны для строения и поддержания суставов, для строения и поддержания вен. То есть здесь довольно много коллагена, который вообще полезен для организма. Поэтому я буду наваривать именно на плечах, ни на чем другом. Пока я ставлю и включаю кастрюлю. У меня здесь отварилось яйцо. Мы же все знаем, что щавелевый суп без яйца не щавелевый суп. Обязательно должно быть. Причем яйцо у меня фермерское. Прям даже хочу сказать от хорошего фермера. Тут у меня нарезана луковица и один крупный зубчик чеснока. Что я делаю? Я беру, значит, моя любимая газовая горелка. Беру уже нарезанный лук. Вот таким образом обжигаю. Чеснок тоже захватите. Во-первых, я даю запах костра. Во-вторых, я сейчас кому-то вообще разрушу стереотипы. Я буду бульон из индейки варить не с половинкой луковицы, а я буду варить вот с этим нарезанным, мелко нарезанным луком. А для чего? Для того, чтобы... Горячий какой, а? Для того, чтобы лук весь в процессе часа варки весь разварился. Ну, понятно, что он не распадется полностью, но зато он станет очень-очень прозрачным и мягким. И нам его не нужно будет оттуда доставать. Он сделает бульон, скажем, насыщенного лукового вкуса. Потому что все-таки в щавелевом супе очень важно... Почему, например, я не стал готовить красный бульон? Потому что у красного бульона очень яркий аромат. А у белого бульона, который я варю, ну, немножко я подпек овощи, здесь только лук, ничего страшного. У него очень нейтральный такой мягкий мясной вкус. Я добавил лаврушку и перехожу к щавелю. Да, солить в самом начале. Я буду это делать в самом начале, потому что считаю, что так вкуснее. Оп! Все, бульон закипает. Обязательно используйте стебли. Ну, предварительно нужно хорошенько щавель помыть. И не выкидывайте ни в коем случае стебли, потому что они дают очень яркий кислый аромат, который нам и нужен в итоге. Изначально вы просили, чтобы я приготовил щавелево-крапивный суп. Но вы знаете, я не рискнул здоровьем использовать крапиву из центра Москвы. Ну, а загород я сгонять не успел. Поэтому, если вы дома будете варить подобный суп, используйте крапиву свою, огородную. Но следите за тем, чтобы на нее не падал никакой кислотный дождик. Листья у нас широкие, получились соломкой, поэтому я вам рекомендую прорезать листья еще вот так вот поперек. Как я в супе с манкой рассказывал про то, что удобнее есть, когда у нас нету капустных соплей, нашинкованных соломкой, да, которые в ложку не зацепишь. С щавелем примерно такая же штука. Немножко просто, чуть мельче сделайте его. Обязательно нужно снять пенку. И вы знаете, почему именно здесь такой сакральный смысл варки мелкорубленного лука с самого начала. Кто-либо когда варил, если лук вот так вот, как предлагаю я, то все прекрасно знают, что рубленный лук с самого начала дает такой кисловатый луковый привкус. Ну, вернее, аромат. Вот знаете, как будто лук утварят. Но вы это поймете, когда будете повторять этот рецепт. И именно в этом есть смысл, потому что именно вот этот кисловатый запах лука при варке и дает щавелевому супу вот этот характерный какой-то такой приятный аромат. Ну, а понятно, что нейтральные виды мяса, типа вот неароматные, индейка, говядина, они, конечно, дадут, ну, не перекроют вкус щавеля. Щавель очень нежный. Щавельный суп настолько нежная субстанция, что как только вы сделали, например, луковую зажарку, наверняка многие из вас это делают. Вкус щавеля сразу исчезает. Потому что вкус жареного в сотни раз сильнее, чем вкус вареного. Это еще Майяр доказал. Да, кому интересно, могут прочесть. Труды Майяра по тому, как происходит денатурация белков при варке, жарке, во фруктах, овощах, в мясе, в определенном мясе, в рыбе. Все это есть. Сейчас я еще умников, блин, сподвигну. А то и так все. Температура передачи дна сковороды должна быть в отличие от чугуна. Ребята, я же простые вещи рассказываю. Если вы хотите, чтобы я делал заумный канал, блин, да вы все сдохнете со скуки. Бульон готов. Плечи индюшачьи. Блин, они размером как мои почти что. Смотрите, блин. Реальные. Реальные плечи, блин, как у меня. Дейка, конечно, это вообще огромная птица. Я когда впервые в жизни, когда-то давно в детстве увидел индюка, я был маленький, я думаю, мама ми, это птица, блин, с меня ростом. У меня, смотрите, две половинки отварного картофеля лежали в холодильнике. И так как постоянно люди пишут, где же картофан, суп должен быть с картофаном. Да, 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 должен быть с картофаном. Я подумал, что отварной картофель, у нас там чистейший индюшачий бульон, вкусный очень. Поэтому я картошечку вот так вот вилкой разминаю, отварную. Она бывает, знаете, как пригождается. В холодильнике лежит, то с рыбкой можно поесть. Или с мясом, или салат сделать, или еще что-нибудь. В итоге вот немножко отсюда бульона. И картошка все размята. Картошку отправляю в бульон. Тут заодно и затяжка будет, и затирка. Все будет здесь. И картошечка у нас будет в щавелевом супе. На этом еще ничего не останавливается. Мясо я всегда предпочитаю с плечей, конкретно вот с этой части. Очень хорошо мясо снимается с помощью вилки. Вы можете это мясо порезать, а можете не резать, а добавлять его вот таким образом. Оп, кусками прям, крупными. Все, кости отработали наше все. То, что мы от них хотели. Они у нас пойдут, конечно, не Дуси с Алисой, потому что бедные мелкие собачата никогда вообще не видели. Мне кажется, их инфаркт хватит-ка скажут. Как это такие кости могут быть в мире? Я найду потом, кто их обрезет. Вон, оператор любит грызть кости. Смотрите, видите, мясо мягкое. Расходится на волокна, течет сок. Для варки бульонов грудка индейки не очень подходит, потому что она все-таки немножко суховата. И варишь, варишь, она такая. А вот плечи, голени и даже филе бедра для супов подходят идеально. Если, интересно, бумагу Дуси дать пропитанную индюшачьим бульоном, она ведь ее сожрет. Как только картофель и мясо уже без костей оказалось в кастрюле, появляется на сцене главный хитрый секретный ингредиент. Вы думали, что? Я буду готовить такой же суп, как и все. Просто суп из щавеля. Не тут-то было. У меня пока сезон, я всегда говорю, пока сезон, нужно использовать сезонные продукты. Черемша. Черемша вместо крапивы в супе из щавеля дает такую гамму. Вы даже себе просто не представляете. В одном из роликов я уже рассказывал про использование черемши и о том, что я из Красноярска. И с детства люди, особенно живущие в деревнях под Красноярском, прекрасно знают, что в тайге полным-полно черемши, которая идет во все виды блюд. Горячие, холодные салаты и так далее. Окрошки. Так вот, щавель этому супу даст кислоту, а черемша даст витамины и вкус. Не забывайте, что помимо всего прочего, мы обязательно должны в суп отправить зеленый лук, укроп и петрушку. Без этого никак. Черемшу мы делаем со стебельками, рубим. Ну а зелень смотрите сами. Если стебли жесткие, то не нужно их использовать. А если стебли мягкие, обязательно их порежьте тоже туда же. Первым этапом идет черемша. Да, попробуйте. Вы даже себе не представляете, какой аромат. Следом тут же идет щавель. Щавель или щавель. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Нужно помешать. Дуся, да я понимаю, что здесь вообще бомбический аромат и вкус. Но, блин, тебе это не твой рацион. Дуся, это не твой рацион. Сорян. Чуть-чуть увеличиваю огонь. За это время мне нужно взять и столовую ложку яблочного уксуса. Ну, наверное, знаете, чуть меньше столовой ложки яблочного уксуса я отправляю в кастрюлю. Чтобы помочь щавелю с кислотой. Да, вот теперь все. Даже вот этот вот вкус уксуса, он... Все. Больше ничего не надо. Давили до кипения. Долго варить нельзя. Сразу же выключаем. Ммм, какой аромат. Обязательно в самом конце зелень. Самый настоящий летний суп. Щавель. Травы. Все это вместе превращает вашу кухню в какой-то склад ароматов. Самое главное зелень, которая делает наш щавелевый суп ароматным. Вкусным и витаминным. У меня в пялочке яйцо. Я его... Я его сварил в смятку. И вот так вилкой разломал просто. И кладу сюда. Оп. Я всегда говорю. Яйца, которые вы используете для супов, должны быть немножко в смятку. Они тогда гораздо вкуснее. Смотрите. Я вам показал несколько лайфхаков каких-то. Знаете, дал вам возможность поразмышлять над тем, как можно любое блюдо сделать более вкусным, интересным. Добавить что-то, что не помешает, а наоборот его обогатит. И сделает каким-то эксклюзивным. Понимаете, ваши гости к вам пришли, пробуют, говорят. Блин, все же очевидно. А настолько все просто и вкусно. Поэтому. Комменты с вас. Комменты и ответы на комменты с меня. Дальше больше. Рецепты, соусы, горячие блюда, салаты. В общем, все, что вам захочется, пишите. А я буду размышлять о том, как это все снимать. И в сеть. Дуся. Да. И Дуся тоже с вами. Пока. И не забывайте про тарелочку. Она ждет своего героя.